Недавно Лондон предложил Еревану начать переговор об отправке британских нелегалов из Британии в Армению. Интересно, как это может отразиться на репутации нашего союзника по СНГ и по ДКБ. Ведь Армении предложили ту же схему, что и странам Африки, чтобы Британия туда скидывала своих нелегалов. По крайней мере, так британская пресса пишет. Интересно, как Москва оценивает эту ситуацию? Я с вами согласна в том, что это очень похоже на так называемые руандийские схемы, о которых мы уже говорили, помните? Но в данном случае, мне кажется, Ереван должен сам комментировать подобные вещи. Мы слышали заявление МИД Армении, который заявил, что содержательных переговоров между странами на этот счет не было. Но если содержательных не было, может быть, были несодержательные, лучше, наверное, задать вопрос, что они обсуждали, о чем эта история, и тогда мы прокомментируем. Но я с вами согласна, это классическая схема, по которой британцы действуют. Удивительно, что они предложили ее Армении. Мы понимаем, что для Лондона миграционная тема приобрела настолько острый характер, что там готовы платить немалые суммы, лишь бы реализовать собственные задумки в таком колониальном стиле. Но все-таки не Армении же. Они же там все кричат на Западе, что хотят обеспечить безопасность этой страны. Это вот то, что сейчас Армении разве нужно? Еще раз говорю, мне кажется, в первую очередь должна комментировать сама Армения, Ереван. Хорошо, понятно. И тогда второй вопрос. 9 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел разговор телефонный с германским канцлером Шольцем. И во время беседы Пашинян отметил, что Армения готова пойти к решениям по армяно-азербайджанскому регулированию на основе принципов, согласованных в Праге, Брюсселе и так далее. И при этом Пашинян назвал неприемлемыми любые попытки исказить эти принципы, но ни слова не сказал о тех договоренностях, которые были достигнуты в Москве, в Сочи по тому же урегулированию. Вот как МИД наш сможет комментировать такое игнорирование армянской стороной договоренностей, достигнутых при российском посредничестве? Вы понимаете, все-таки, опять же, государство суверенное, предпринимает шаги как независимая страна. Все, что можно было сделать как честному посреднику, другу, соседу, Россия сделала. Все это начало работать, но потом вмешалась западная, как всегда, так сказать, конъюнктурная история. Насколько это нужно Армении, пусть комментирует Ереван. Почему выбирают то, что везде приводит к конфликтам, к хаосу и к дестабилизации, эти вопросы нужно задавать руководству Армении, но не нам. Первый вопрос. Вчера стало известно о начале вывода российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района Азербайджана. Хотелось бы услышать Ваш комментарий на эту тему. Комментарий дается по линии Министерства обороны Российской Федерации. Хорошо. Второй вопрос. Вопрос сейчас с подачи армянской стороны различными международными организациями поднимается вопрос возвращения добровольно покинувших Карабах в сентябре 2023 года. Напомню, что Азербайджанам разработан механизм возвращения и получения гражданства для желающих. В то же время о судьбе около четверти миллиона азербайджанцев, изгнанных из Армении, почти не упоминается. Не слышали мы и о том, чтобы армянские власти работали над этим вопросом. Хотелось бы узнать, есть ли в планах у Москвы как-то поспособствовать тому, чтобы этот процесс был запущен все-таки обоюдно. Мне кажется, надо разделять эти вопросы. Что касается армянского населения, которое покинуло территорию Карабаха, то, как Вы справедливо заметили, азербайджанскими властями принят специальный план реинтеграции. Не раз подчеркивалось, Россия приветствует и поддерживает этот шаг. Карабахские армяне должны иметь возможность вернуться в регион при надлежащем обеспечении их прав и, конечно, безопасности. И со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу. А говоря об азербайджанцах, которые в результате конфликта в конце 80-х, начале 90-х покинули Армению, а также армянах, которые в то же самое время, в то же самое период уехали из Баку, Сумгаида и других азербайджанских городов. Я хотел бы отметить, что для создания условий потенциального возвращения этой категории граждан необходимо проделать большой объем работы. Нужно, чтобы была осуществлена комплексная нормализация армяно-азербайджанских отношений. Появилась атмосфера доверия между двумя странами. Нужно реализовывать в этих целях меры, предусмотренные как раз трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении. Выработать и заключить мирный договор, разблокировать транспортные коммуникации в регионе, дельмитировать и демаркировать границу, наладить регулярные контакты по линии гражданского общества. Ну и по итогам проделанной работы можно будет тогда говорить о начале процесса применения народов, когда люди смогли бы безбоязненно и беспрепятственно ездить в соседнюю страну и проживать на ее территории. Продолжение следует...